всем привет это подкаст серый город серый не потому что унылый а потому что полное имя сергей вот вот с такой это все благодаря тому что да книжку джуди картер про стендап библия комедии я прочитал я готовился у нас сегодня есть первый гость это виталий косарев стендап комик юморист ведущий программы что происходит с виталием косарев именно полное название что происходит с виталием косарев там нужно именно только так что не в целом происходит а именно виталий ну и первый вопрос ты как вообще считаешь изучение каких-то книг по юмору может принести пользу и можно вообще научиться юмору наверное любая любое чтение можно как-то использовать или отрезательно но как-то использовать скорее две составляющих то есть что написано и как ты прочитал и как-то осмыслил везде можно я думаю найти какие-то полезные моменты но научиться прям прочитать книгу и научиться комедии быть профессионально скажем так смешным ну конечно нет но как одна из составляющих может быть да то есть рожденный талант как бы желательно можно можно наверное без него работать вот работать как-то искать вот если конкретнее допустим если ты возьмешь самого себя самого детства там ты вот отмочил что-то на уроках там не знаю что-то орал что все ржали или как бы уже в студенческие годы начал себя как комика осмыслять то есть когда это чувство юмора как ты считаешь зарождается и как оно без книжек если допустим прогрессирует да наверное у каждого по разному но если вот на примере меня то уже нет в школе мне кажется я как-то не стремился в эти самые балагуры а вот в университете да да есть у меня позорная страница биографии что и в КВН я принимал участие вот как-то видимо вот лет с восемнадцать девятнадцать семнадцать подумал наверное от безделия это это в первую очередь что вот надо чем-то себя занять чем себя занять ну вот этим но как-то какую-то карьеру в этом я не думал делать долгое время я скорее думал что рекламный бизнес тогда это очень было популярно свадьбы нет конечно нет я не люблю людей просто ну нет нет я не любил и не люблю скопление людей и поэтому занимаюсь стендапом короче нет неправильно я не люблю вот это формализованное что ли формализованные эти все штуки мероприятия что ли сейчас конкурсы у нас ну да 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 вот это все невесты а ты сказал что позорная страничка КВН ну это отчасти естественно с иронией было сказано но отчасти нет на самом деле тогда КВН не был настолько стыдным занятий тогда давай уточним для тех немногочисленных твоих непоклонников которые может быть не знают сколько лет да 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 мне 32 занимался я КВНом с 2005 по 2008 наверное да да ну то есть тогда вообще кроме КВНа ничего не было ну то есть был ну некий Петросян и некий КВН и тогда это а и комедий клаб начал да да мы тут все замараны в КВН на самом деле а я не хотел если что никого оскорбить не а по КВН я думаю мы сегодня поговорим подробнее я просто хотел сказать что мы вот с Димой играли за сборную пирамайского района по КВН как раз в этот же период и может даже мы как-то ну пересекались на сцене может быть вот ну я исключительно вот на НГУшный КВН А Академа да 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 всякие вот эти вот городские Next там Сибирь Золотой болт именно никогда нет почему-то мне это казалось чем-то таким как сказать не печальным а гнетущим что типа ехать в этот с этими людьми с этими редакторами в этот Новосибирск Академ не Новосиб же как мы знаем я кстати патриот Новосибирска в первую очередь а не Академа я многочисленных своих Академовских друзей как правило тоже иронически к ним отношусь нет нет я за Новосибирск ну КВН возвращаясь я к тому что мы с Димой тоже в теме скорее типа чем в теме я типа ну то есть это я не могу сказать что вот КВН когда я ну занялся сценической комедией это как-то слишком громко звучит сценической комедией ну короче вышел на сцену с шутками вот так вот смешить людей да я ну не из тех наверное которые потом рассказывают что я вышел и это изменило мою жизнь да нет не было ну приятно конечно было когда смеялись но я бы не сказал что типа что после этого я решил что нужно исключительно чем-то таким заниматься нет я потом ну закончил и долгое время ничего не делал в этом плане мне кажется в то время КВН ну в то время тоже так пафосно звучит в наше время в наше время еще лучше но в принципе КВН опять же говорим о том что не было других форматов таких и это такая ну некая зорница мне кажется что для молодежи ну вот именно их объединяло какое-то команда образования извините ты понимаешь что ты объяснил КВН через зорницу то есть еще более сужил круг да просто для наших сорока восьмилетних зрителей аааа так это зорница та самая зорница Дима просто еще и в зорнице участвовал мы еще и одноклассники я так и не понял за все эти годы что это такое это всегда мелькало где-то на периферии это я так понимаю какие-то ну какое-то полу спортивное военизированное военизированное вот давайте ладно современные раз вы зорницу не понимаете я вам объясню вот сейчас это модным словом команда образования называется тимбилдинг когда производят ну то есть ребята каким-то общим деланием все заражаются и подхватывают и ну даже сейчас вот реализация молодыми людьми стартапов это вот своего рода мне кажется очень похожая тема когда вы с единомышленниками собираетесь и что-то отчасти творческое а что-то вот уже в ранг работы переходящие ну делаете вот и мне кажется что КВН он ну таким форматом был доступным вообще для всех да я согласен студенческие годы ну времени много пары прогуливаешь чем-то надо заняться именно как команда построения какое-то взаимодействие социализации не ну давайте честно все в КВН шли в первую очередь быть популярным студенческого хотя бы в своем да 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 это сообществе но потому что сейчас если ты говоришь я КВН-чик все таки до свидания а раньше ты говоришь я КВН-чик я хочу от тебя детей ну то есть мне кажется это действительно было Это одна фраза, я КВНщик, я хочу от тебя видеть. Да, это просто подходишь к рандомному человеку. Короче говоря, действительно, быть КВНщиком раньше, вот я к чему хочу привести, как трансформировалось понятие КВН в умах масс за эти буквально 10-12 лет последних. Раньше КВН это было круто, сейчас это зашквар скорее. Ну, не то чтобы, но... Да, я не верю, что прям зашквар, но, короче, это, ну, как минимум мне не так круто. Да, да, да. Вот хочется поговорить, на твой взгляд, почему. Что случилось или с КВНом, или с обществом, ну, опять же, развитие технологий, может быть, как-то появление каких-то новых реалий, тот же стендап. Что повлияло на то, что КВН так опустился вот в своем авторитете? Ну, я, во-первых, не эксперт по КВН-у. Ну, твое мнение, кто-то... Ну, мне кажется, как-то уже более-менее договорилось общество про то, что, ну, просто это телепередача, которая устаревает. И, наверное, в первую очередь потому, что это телепередача, наверное. Потому что... Ну, сейчас существовать исключительно... Да даже не потому, что цензура, может быть, хотя и это тоже. Просто сейчас, наверное, это не очень интересное целеполагание, что вот мы делаем телепередачу. Ну, а... В телек не так круто попасть, да? Не так круто. Ну, то есть... Ну, это не звучит как даже сверхзадача, что ли. Ну, то есть, по идее, если ты делаешь, ну, скажем так, продукт, комедийный или некомедийный, ну, вот, то, что контент сейчас называют, то сейчас же тебе нужно думать, а как мне лучше всего его довести до людей, показать людям. И телепередача – это один из худших путей сейчас. Ну, то есть, нужно как-то, ну, банально в YouTube, но не обязательно прямо в YouTube. Ну, то есть, короче, если ты делаешь исключительно телепередачу, то понятно, что ты встречаешься с несколькими проблемами. Это первое, что ты снимаешь ее там за месяц, за два, за три до эфира, когда у тебя все это выходит, все уже, ну, в другой реальности существуют. Да, ну и потом, это у тебя такая большая машина, забюрократизированная в том числе, которая подавляет во многом какую-то живость. То есть, это такой вот достаточно неповоротливый механизм, которому уже трудно быть современным. Наверное, действительно потому, что просто много… Альтернатив. Да, много альтернатив, много… Ну, и нужно быть… Не то, что нужно быть актуальным, но просто есть больше возможностей быть актуальным, что ли. Мы говорили в прошлом подкасте как раз про скорость передачи данных, как сейчас люди потребляют информацию, с какой скорости, в каких объемах, и делать вот передачи на день-два за реального выпуска, или если это вот КВН, который снимается вообще там, может быть, фестиваль сниматься за месяц, за два, да, да, и выходить. Поэтому, то есть, конечно, тут актуальность быстро пропадает. И все-таки, мне кажется, вот про цензуру Саша сказал, Comedy Club почему перетянул с КВН-а, ну, так, одеяло приличное? Потому что они стали себе больше позволять на канале ТНТ. Вот, и, соответственно, ну, уже, как бы, возрастной ценз такой свистился в сторону Comedy Club именно для молодежи. Я вот как раз хотел сказать, что, ну, я не стендап тусовки, но я YouTube-задрот. Я, в общем, как бы в онлайн стендап тусовки и заметил такую тенденцию, что если раньше, когда мы все были КВНщиками, для нас был дно, это аншлаг, там, кривое зеркало, ну, Петросян и компания. Сейчас я замечаю за ребятками, вот, из новой школы стендапа, да, кто сразу на YouTube пришел, не в телек, что они все больше хейтят Comedy Club и КВН. Ну да. А вот комиков советских, там, Петросяна, Райкина, Карцева, они, наоборот, воспринимают как каких-то, ну, своих учителей, что ли, про отцов, что вот та комедия Петросяна, ну, еще до того, как он создал Кривое зеркало, когда было такое начало 90-х, когда он мог выйти жесткими вещами и просто, ну, там, обосрать власть, там, как-то жестко пройтись и так далее, он гораздо ближе с сегодняшним стендапером, нежели КВН и Comedy, которые, ну, скатились и сейчас представляют собой максимально беззубое что-то и, ну... Может быть, может быть, но... Ну, я бы не сказал, что я прям встречал это настолько распространенным мнением, что вот... Может быть, кстати, отчасти это такая тоже поза, ну, типа, полухипстерская такая, что вот мы больше любим, понимаете, Райкина. Слушаем винил и... Да, да, вот, может быть... Райкина на виниле слушаем. Ну, а с другой стороны, может быть, и действительно что-то в этом есть. Я просто не особо его смотрел. Ну, допустим, вот, Сергей Орлов, известный, сейчас, как бы, один из первых стендап-комиков, он говорил как раз, что для него монолог Карцева про... Райки? Да, что это для него пост-комедия, то есть чувак просто выходит, повторяет одну и ту же фразу, очень смешно, весь зал просто умирает, и, ну, в чем тут комедия? То есть ты сидишь и не понимаешь, что ты понимаешь, что это смешно, но не понимаешь, почему. Ну, это не пост-комедия, это скорее... Хотя, может, ну, я хотел сказать, абсурд, но это не абсурд, скорее. Ну, вот да, что это? Да, это, наверное, действительно больше пост. То есть получается, что прошло 30 лет с этого монолога, а сейчас он... Я думаю, просто есть же такой еще момент, есть комедия такая более, что хотел сказать, театральная, тоже, наверное, неправильное слово, ну, то есть там, где ты, грубо говоря, вывозишь в основном исполнительство. То есть если прочитать текст Райки, наверное, не будет так смешно, как если ты посмотришь, как его исполняют. Ну, то есть это сочетание исполнительского мастерства и задумки. Ну, да, я согласен, что это круто. Я еще помню, но это не в тусти, это скорее такая дурнина, но профессор, а вас это же должен быть. А, да, это вы меня старым, да, тут сейчас вы ставили меня зорницей. Ну, ну, про плоше с прошлым мы более-менее разобрались, ладно. Да, вот куда сейчас идет тогда юмор, как ты думаешь? Вот потому что по мне вот прямо есть такое развитие и какая-то модернизация. Прям не задумывался, потому что, ну, вот последний проект, который вот ты сейчас выпустил в шоу, что происходит с Виталием Косаревым, то есть мне кажется, там на довольно таких трендовых вещах все это идет. То есть что я заметил, давай скажу. Сейчас острый какой-то юмор, такой быстрый, написанный, оточенный шутки, вылетающие пулями, не так интересный. Очень, мне кажется, большой запрос на то, чтобы ты как-то начал сопереживать комику. Почему, допустим, сейчас многие стендап-комики ведут подкасты и начинают делиться своими мыслями, ну, прям просто реальными вообще нет. Мы, например. Ну, вообще нет. Вот, то есть именно из-за того, что это позволяет как-то так, как мне кажется, сблизиться с слушателем. Вот. И когда в тебя попадает он еще мало того, что юмором, а еще и эмоцией, то это прям эффект, ну, более такой сильный. Да, согласен, да. Но я не уверен, что мне это прям нравится, если честно. Ну, в смысле, тебе ближе просто лупить шутки, или ты действительно хочешь донести тоже какую-то мысль, чтобы твой зритель, твой зритель на ютубе ушел с каким-то немножко изменившимся сознанием? Есть такая? Таких задач точно не ставится, нет. Я, ну, скорее, во-первых, я просто, ну, учусь в том числе делать, делать как правильно, как интереснее. Нет, меня, конечно, в первую очередь интересует, чтобы люди смеялись. Но вот это шоу, оно мне прямо очень сильно нравится. Оно, не сказать, что популярно, но мне прямо очень нравится его делать. Давно ничем так не был увлечен, о чем я говорил. О том, что тебе нравится твое шоу. Да, да, потрясающее шоу. Ребята, я удивлен, что вы еще его не смотрите. Нет, я посмотрел. Нет, я слушателем. Мы посмотрели все выпуски, да, вот особенно первый понравился. Нет, мне больше последний зашел. Ну, в общем... Да, я вспомнил, о чем я говорил. Я согласен с тем, что сейчас явственный проект на то, чтобы глубже и интенсивнее именно общаться со зрителем. Но я не уверен, что вот меня это прямо с этой точки зрения не интересует. Потому что мне кажется, здесь есть один момент такого подвоха, что ли. Это то, что ты продаешь фактически свою дружбу человеку. А это, мне кажется, все-таки не совсем, ну, не прикольно так делать. Ну, то есть, у человека, там, он беды, допустим, социализации, как у очень-очень многих людей сейчас. И вот ты ему заменяешь друга. Потому что ты там болтаешь что-то в микрофон, и он такой, а-а-а, да-да-да-да-да-да. И как-то... Кстати, Поперечный про это говорил, и я сегодня буду цитировать моих друзей с Ютуба. Что просто, говорит, я вот сижу там, кушаю что-то в торговом центре, подбегают чуваки и начинают со мной разговаривать, как будто со мной уже, ну, пять лет знакомые просто. Ну, а, ну, и типа, а я, ну, да, то есть, он говорит, я их первый раз вижу, я для них друг уже многолетний, потому что они меня смотрят там каждый день где-то. Вот то, о чем ты говоришь, то есть, действительно, ты прав. Потому что, вот, так позиционирует себя человек, я думаю, что, йоу-йоу, привет, вот это все, и они такие, а, йоу-йоу, привет, ну, йоу-йоу, привет. И он потом удивляется, что, что так с ним разговаривать, ну, не знаю. Вот от йоу-йоу привет хотелось бы отойти. Не отойти, в смысле, что я там раньше находился, а в смысле, что не заходить на эту территорию. Все-таки я думаю, что лучше разделять человек, личность и вот его какое-то творчество. То есть, если тебе нравится его творчество, ну, не факт, что тебе понравится человек. Ну, то есть, это как классический пример со всякими писателями, которые, множество из них были страшными мудилами, но написали великие книги. Да, у нас на филфаке это называлось «Лирический герой и реальный автор». То, что ты говоришь, как говоришь. Ну, не совсем, ну, то есть, не в смысле, что лирический герой. Если ты написал роман, то у тебя там много. Ну, я имею в виду, если, допустим, стихотворение, то это не значит, что поэт писал вот прям от своего лица. Он какие-то свои эмоции передавал, но не факт, что это его. Ну, вот я, кстати, удивлен. Я, наоборот, думал, что сейчас, в том числе и ты этим занимаешься, важно передавать свои мысли, свое нутро, свою позицию. И как раз тогда ты будешь лучше заходить просто в аудиторию, и твои шутки будут искренне, и ты подавать их будешь как-то смешнее. Вот я пытаюсь понять, где заканчивать. Ты же все равно говоришь, ну, это шоу с Виталием Косаревым, да? Ты рассказываешь про себя, наверное, факты жизни реальные, твои проблемы, твои переживания. Ну, где этот барьер, когда ты уже говоришь, вот это уже я не выношу на публику, а вот это выношу. Ну, барьеры ищутся, но я скорее про то, что, во-первых, я бы не сказал, что у меня прям много мыслей. Мыслей сейчас что-то слишком много стало у людей, надо меньше мыслей, меньше позиций. Не в смысле, что я против этого, в смысле, что если их много, то получается инфляция мыслей и позиций, если их много. Ну, то есть... Оберсоционировано. Ну, да, то есть нужно одну мысль в месяц, одну позицию в год. Тогда ты действительно можешь как-то отвечать за это. А если ты, ну, там, за все, то ты как бы и ни за что. Вот я скорее про что. Но я согласен с тем, что, да, запрос на личность, он присутствует. Я просто, ну, не уверен, что конкретно я представляю какую-то личность, которая увлечет людей. Я скорее, короче, чем мне, извините, что я про это шоу, но чем оно мне нравится, это то, что я разбираюсь по ходу него как будто бы в себе и как будто бы в происходящем. Вот. И зрителям, возможно, возможно. Интересно. И в том числе за этим, ну, блядь. Не только за шутками, но и то, что, а, ну, вот такие вот у него происходящие события и, ну, мысли тоже. И шутки. Интересно. И мысли и шутки. И мысли и шутки. Да, я вот, кстати, как раз и хотел сказать, что и твое шоу, и какие-то спешалы, там, других комиков, я больше уже воспринимаю. Вот у меня ассоциация сейчас стойкая с тем, что Гришковец в свое время делал. Это, может быть, не так смешно было, но стендап современный, он все ближе к тому, что делает Гришковец, чем к тому, что делал, там, тот же Камеди Клаб. Ну, или даже стендап на ТНТ, когда, ну, как кто-то говорил, типа, почему там такую плотность юмора? Потому что ты переключаешь канал и попадаешь на стендап, и сразу должна быть шутка. То есть ты вот пять секунд остановился на канале, там должна быть шутка. Если ты начнешь разгонять про свою жизнь что-то, про свои, там, переживания, то в телеке это не зайдет, а на Ютубе вроде как наоборот. Запрос именно на это, как мне кажется сейчас, трушность, такая искренность в тренде. Вот, поэтому... А вы видели вот новое шоу на ТНТ ТОП? Да, первую серию, которая не на ТНТ, я посмотрел... Ну, я уже на вторую посмотрел, которая не на Ютубе, но я тоже нашел. Нет, я не смог найти в себе духовных сил, полезть куда-нибудь... Да, это же Google, нет, на ТНТ онлайн, на сайте. А-а. Ну, смысл в том, что это ведь тоже как раз продукт, ну, как вы не спорите, там, трушный Ютуб и прочее, но это же шоу-то ТНТ сделало. Да, да. И сделало, ну, очень качественно, как раз с запросом, про который мы сейчас говорим. Ну, Вячеслав Дусмухаметов не зря ест свой золотой хлеб, да, он понимает очень многое. А ребята там точно чувствуют эту тонкую нить. Сейчас, мне кажется, вообще тренд очень интересный, обратный такой. Если раньше интернет, как бы, ну, тренды задавал больше телек, да, а интернет их как-то перерабатывал, то сейчас, мне кажется, задает Ютуб тренды, а телек уже такой, так, может быть, нам как-то получится из Ютуба обратно в телек перетянуть часть аудитории за счет своих, ну, крутых шоу, все-таки в плане продакшена телек пока еще Ютуб в основном обгоняет. Ну, в плане техническом хотя бы даже. Я думаю, рано или поздно это все как-то максимально взаимопроникнет друг в друга, ну, то есть, и уже будет, ну, не будет этой мнимой войны. Мне кажется, что вот будущий гибрид всего этого, это вот стриминговый сервис, который мне как раз, вот, у меня стойкое ощущение, что в этом году ТНТ просто как из пулемета лупит какими-то юмористическими шоу, у них там сетка вещения, там чуть ли не каждая неделя новая, и миллион этих шоу юмористических именно. Вот, они их сначала потоком выкладывали на ручью, то есть, там, это было в свободном доступе, а сейчас резко обрубили, как будто, знаешь, народ подсадили там, ну, на такой поток, а сейчас говорят, что вот у нас есть канал, там, премьер, давайте немножко заплатите, и, ну, адекватно, мы вам хороший контент в большом количестве, а вы, ну, платите деньги. Ну, все-таки Рутюб и свободный доступ, это не совсем, ну, хотя бы бесплатно, я потому что обломался жестко, да, там была реклама просто миллион, но хотя бы ты мог скачать через определенные сервисы и посмотреть без рекламы, сейчас ты просто не можешь открыть это видео, потому что, ну, да, подписку оформлю, и я вот из тех, кого подсадились собаки, а теперь я, ну, вот не знаю, у меня ломка, без каких-то шоу ТНТ-сных, и я задумался о том, чтобы подписку-то купить. Ну, а вы, вы смотрели на Рутюб, а лист, который, вот, я просто смотрел в приложении, и там у них было такое, что ты вначале проходишь какой-то опрос, да, да, да. Вот, и дальше смотришь, как бы вообще без... Да, вот раньше так было, еще недели-две назад, а сейчас они убрали все в платный доступ. Ну, не все, но, допустим, стендап тоже ТНТ-шный, и сейчас столько по подписке. Ну, я даже их не пробовал, так что не знаю. Ну, да, вообще, Netflix я покупал, потом, правда, отказался от него, потому что, ну, что-то все стильно одинаковое там как-то. Да, вот это интересный, кстати, тренд, еще там пару лет назад все говорили, ну, кто будет в России платить за контент? Сейчас это массово, сейчас каждый где-то подписан, что-то платит, что-то покупает. Ну, когда стало проще платить, в том числе? Ну, я думаю, ну, это я согласен, что максимально все упростилось там, но, тем не менее, еще и мышление меняется. То есть, интернет уже перестал восприниматься, как что-то бесплатное, как что-то, что тебе обязаны давать бесплатно, и вы что, ханели, я должен 10 рублей заплатить на кинопоиске, чтобы фильм посмотреть, да уж что. Ну, и пандемия помогла, потому что кинотеатр очень сильно просели. Ты не вносишь денег в кинотеатр, вот, и при этом тебе говорят, что в кинотеатр за один билет на месяц по стоимости стоит. Да, я могу рассказать, как у меня недавно произошло, хороший человек, кстати, сериал не смотрите, прям советую всем нашим слушателям. Короче, хороший человек, сериал про, на основе ангарского маньяка реального, который самый страшный маньяк в истории считается, российский, 80 с лишним жертв у него. И вот на основе этого дяденьки сняли сериал, причем его снял муж Собчак, как его, богомолов, да, ну, свойственные ему стили. Короче говоря, мы с женой подсели на него, каждый раз я что-то пытался на торрентах, там, туда-сюда искать, в какой-то момент мы психанули. Ну, хочется смотреть сразу, как бы, это еще одна причина, мне кажется, по которой все подписки оформляют, чем вот это искать, что-то ждать. Так тебе пришло уведомление посмотреть. Да, ну, это удобнее, и ты не чувствуешь, ну, небольшого, но все-таки дискомфорта, что ты умного, вот ты там обманываешься, да? Ну, да, это тоже, я, я согласен. Да, это очень гложило меня. По поводу пандемии, как сейчас после карантина, вот такого закрытия клубов, баров, наша индустрия стендапа жила? Как во время и после, наверное, так вот. Ну, кстати, вот, как раз перед появлением коронавируса, где-то, ну, за полгода, может быть, год, конкретно в Новосибирске, или, ну, и про общество. Ну, нет, и про Новосибирск. Конкретно в Новосибирске был прям подъем стендапа, у нас было по 8-10 мероприятий в неделю, ну, разного рода, но 8-10 в неделю могло быть. Так что, да, подспутали карты вот эти все события. Ну, естественно, во время, ну, получается, середины марта по... На сентябрь, наверное. Да нет, по августу, все-таки в августе уже началось. Ничего не было, ничего совершенно. А как ребята, молодые, выживали, я не знаю. У меня есть работа, так что я выживал в работе. А сейчас все снова открылось, снова достаточно интенсивно, но сейчас, возможно, снова все закрывается. Потому что, ну, статистику вы видели. Ну, уже объявили официально. Серьезно? Ну, наш министр Новосибирской области сказал, что вторая волна началась в Новосибирской области. То есть, пока мы решений никаких не принимаем, но вторую волну вот сам чиновник произнес. Да ну, мы как бы и без него это все понимали, но, да, да, не знаю, как это реагирует. Мне просто кажется, что опять же сейчас мысли буду высказывать. Как не хочется тебе этого делать, ну. Вообще, нет, да я просто сторонник того, что нужно, ну, ответственно это делать. Ну, не круто будет, если у нас, ну, повторится полностью та история, которая была в первой половине года, когда все закрылось. Нужны какие-то гибридные пути, не знаю, все в скафангах должны ходить. Когда вот началась волна, когда все закрыли, вот по тому же ТНТ начали показывать выпуски, типа карантинные выпуски. Я когда увидел, как стендап рассказывают вот вебку, именно... Ну, это очень печально. Я вот прям приунул, потому что я понимаю головой, что ну, вроде шутка построена точно так же, как он бы ее рассказывал в живом зале. Но он сидит за столом, у него кот занят. Не, и главное, что, ну, во-первых, может быть, не чувствуется какого-то коллективного такого единения. Потому что я как зритель, да, ладно, когда все вокруг ржут, ты понимаешь, и мне смешно, и людям смешно. А тут ты сидишь, ну, вроде смешно, а как бы хочется еще свериться с ориентиром людей, которые... Да, это что-то такое подсознательное, что вот прям не хватает, это такое... Ну, да, наверное, это то же самое. Да нет, да, естественно, смех это такой, и больше толпа смеется. То есть, когда ты один дома смотришь что-то очень-то смешное, ну, ты раза два посмеешься, если сильно смешно. Ну, да. А если даже, ну, то есть, даже ни разу не посмеялся, но ты все равно можешь потом сказать, нет, это смешно. То есть, я посмеялся внутри себя очень хорошо. Даже больше оцениваешь. Ну, молодец, кстати, прикольно придумал. То есть, вот ты как бы проанализировал, ты понял, что это все логично, и это действительно смешно. Да, поставил лайк и пошел спать. Ну, вот, да, типа того. Что у вас такое за последнее время реально вот рассмешило в голос? Можете вспомнить что-нибудь такое? Пока вспоминаете, давайте я расскажу. Я недавно посмотрел «Кролик Джо Джо», фильм. Видели, нет? Не видел, но я знаю контекст. Да, вот очень хорошая сатира, Тайка Вайкити, режиссер там, то есть, он очень тонко все сделал, и там так стебут над Гитлером, над фашизмом, над этим движением, что я когда смотрел, я прям, ну, действительно, в пару раз засмеялся в голос, потому что это, во-первых, очень талантливо сделано, во-вторых, над такой темой. Ну, вот, то есть, ну, это действительно попало мне. Я прям в голос два раза засмеялся, чуть-чуть детей не разбудил. А я недавно жену разбудил, когда, что было дальше ночью смотрел. Ну, я нехороший человек, меня вот такой юмор смешит, прям максимально жесткий, максимально циничный, про, не знаю, про мамку, про смерть, про инвалидов. Ну, я понимаю, что если врубать, как бы, личность, да, вот то, о чем мы говорили, это отвратительно. Если абстрагироваться, что это не про живую, там, матчью-то, а просто про виртуальную, это намного, ну, как бы, многие барьеры отменяет, и ты такой отдаешься вот этому своим. Есть такая книга, вот, сейчас там про стендап много книг пишут, но вообще про отец всех этих книг, это «Природа комического» Дмитрия Лихачева. Вот мы ее на филфаке изучали. Он, как бы, вот советую тебе, может быть, как комик тоже ознакомиться, это, он там рассуждает о том, что смешило народ, там, вот еще вот тогда, там, в средние века карнавальная культура. И вот в том числе, ну, там, не знаю, насколько я правильно мысль уловил, что юмор всегда считался чем-то от дьявола изначально. То есть, даже была такая пословица «Бог дал попа, а дьявол – скомороха». То есть, если человек занимался юмором, он, как бы, распрощался с… Ну, да, да, этих самых, в средневековье же их, там, не хоронили на нормальных кладбищах. Ну, да, это примерно как палачи считались тоже. Вот, ну, то есть, я до сих пор вот ощущаю то, что максимально меня смешит то, что немножко такое вот дьявольское, запретное, не знаю, ну, пафосно звучит, но вы поняли, о чем я. Да, ты тоже скажи, что тебя смешит голос. Слушай, мне очень нравится, прям очень нравится почти все, что у стендап-клуба номер один выходит. Ну, вот, последние разгоны я смотрел какие-то. Вчера? Вчера, да. А, да, получается, новое. Вчера был. Конкретно не вспомнил о чем, ну, что-то там. Я вспомню, я тоже смотрел. Они там и про карликов разгоняли, и про стариков и прочее. Да, да, да. Ну, там что-то было. Ну, да, ты как бы ЧБД плохой человек смотришь, а мне разгоны нравятся. Да, 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 точно, точно. А к ЧБД ты как относишься? Ну, сейчас как-то я просто перестал уже смотреть, не из высокоморальных соображений, а, ну, как поднадоело. Когда появилось, мне очень нравилось, ну, то есть, первый выпуск, ну, 6-8, ну, около того, с удовольствием смотрел. Ну, в смысле, думаешь, изживает себя уже, как-то приелось? Ну, мне конкретно приелось, я не знаю, не буду говорить. Я тоже думаю, что изживает, вот реально, потому что очень многое зависит от гостя, и если вот у них эта химия, там, какого-то дизлайка друг против друга возникает, то это, ну, бывает весело посмотреть. А если только кто-то что-то где-то не догоняет и там сидит-тупит, то они могут и вывести программку. Ну, то есть, мне кажется, что они, ну, не протянут еще сезон максимум. Ну, посмотрим. У них, кстати, Дедков пропало. Вместо него сейчас пустой стол был в последнем выпуске. Ну, не знаю, мне кажется, импровизационное шоу максимально, как бы, долго может жить, потому что там, ну, непредсказуемый выпуск. Вот, допустим, в последнем выпуске, раз вы его бы не смотрите, приходил Богдан Титамир, и, ну, настолько, там, вот эта вот тема с буллингом, затянулась, что он в итоге историю вообще не рассказал. Они закончили на каком-то жестком таком панче, и все, и типа, это был Богдан Титамир. То есть, в истории вообще не было. Ну, вот, как бы шоу, как-то развивается, я считаю, если у них там может дойти до того, что формат вообще никак не соблюдается просто. Не знаю, я немножко так позащищаю. Бывают у них провайные выпуски, но вот последний мне вполне нормально зашел. И куда там был еще? Там же подвозь? Уткин, Уткин, Василий. Не, Уткин это интересно. Да, он прикольный тоже чувак, он сам шутил неплохо там. Ну, короче говоря, То есть, ты ржал в голос над карликами и дедами, и мы к этому зашли. Ну, в смысле, что конкретно сейчас тебя смешит не в плане там шоу, а в плане формата, в плане то, что тебя цепляет так, что прям ты сидишь один дома и ржешь. Есть такое? Вот разгон, это же тоже импровизационное, получается, шоу. Ну, пора раз, если вспоминать, пора разбираться. Я, кстати, пересмотрел, мне кажется, ну, все раза на два. Ну, тоже очень смешно, да. Импровизационная комедия мне... У них еще, мне тоже зашел, который формат, книжный клуб. Да? Очень прикольно тоже. И, во-первых... Образовательная. Да, сидишь такой, о, ну, я про книжку узнал. Ты там про книжку не очень много узнаешь, прямо скажу. Они книжки такие берут, там, по 15 страниц. Ну, кстати, этот тренд еще один, мне кажется, в юморе сейчас. Вот я, допустим, в Label.com подкаст слушаю «История на ночь». Там вот два-три комика, какой-то исторический период, исторические события обсуждают конкретные. Тоже много юмора накидывают, тоже импровизации много. И в основном это юмористическое, но ты, типа, где-то там хотя бы ознакомливаешься, там, сколько было крестовых походов, чем они закончились. Все это, ну, вот в такой форме ржачное. Это для народа, мне кажется, действительно такой формат максимально ненавязчивый, но при этом просвещающий. Мне кажется, еще и такой тренд есть. Не знаю, как это на Новосибирске по каналу никак не отражается. Вот к Новосибирске возвращаясь, мне много чего интересного. Во-первых, ты сказал, что до пандемии вот ребята выступали, а сейчас непонятно, как выживают. То есть они прям, что, это основная деятельность у них была? Они зарабатывали? Нет, нет. Ну, это, ну, я так, приукрасил. Ну, несколько человек, скажем так, во многом их жизнь, не то, что зависит, но прям, короче, они много организуют мероприятий. Основной заработок. Не думаю, что основной, но значительный. Поэтому, да, иметь, конечно, тяжело. Как продюсеры, грубо говоря. Ну, как человеки-оркестры. То есть тут ты занимаешься и перевозом каким-то, тут ты и организуешь просто open mic, тут ты организуешь какое-то шоу. Ну, а сколько, если ты, во-первых, ну, можно говорить о том, что у нас на Васибе уже есть местные звезды стендапа, ну, помимо тебя. Кто, ну, кого хотя бы знают, хотя бы вот в кругах, которые более-менее интересуются стендапом, потому что, ну, как бы, мы когда гостей обсуждали для выпуска о юморе, я, конечно, сразу вспомнил Олю Корзакова, потому что мы с ней знакомы, но когда она выяснил, что она в Москве, я сразу вспомнил тебя, потому что, ну, просто как-то так или иначе попадал на твои выпуски какие-то в ютубе. Ну, то есть есть вообще ребята, которые вот в Новосибе смогли как-то, ну, уже прославиться, уже их ждут, уже или... Мне тут, наверное, трудно сказать, потому что я по другую сторону, то есть, если нужно зрителей спрашивать, мне кажется, что скорее нет. И, ну, это отчасти вот этот эффект про нет пророка в своем Отечестве, что, ну, есть же такое во многих российских больших, но провинциальных городах, что, типа, да у нас местных, да, говно какое-то, а если, ну, приехал кто-то оттуда, то, а, ну, это понятно. Это все ясно. Вот, поэтому есть такое. Ну, я думаю, что сейчас это на этапе формирования. Ну, то есть, если попросить меня, есть ли у нас комики, которые, ну, крутые, то я скажу, да. Можешь фамилии просто назвать. Да, конечно, с удовольствием. А, блин, правда, один из них на днях уехал в Москву, естественно. Мои любимые комики Новосибирска – это Слава Малинкин, Данил Нургалиев и Ян Арпунькин. Кто из них уехал? Данил Нургалиев уехал. Ну, вот, как раз по поводу уезда. Оля тоже. То есть, люди все-таки, кто здесь как-то немножко плацдарм получает, они потом хотят завоевывать Москву, как и раньше, да? Кто как. Ну, большинство, наверное, все-таки да. Ты как? Планируешь покорять Москву? Да нет. Да, нет, это и да, и нет. Не, это именно что нет. Это скорее нет с оттенком пренебрежения. Не к Москве, а к ситуации. Не, я несколько раз ездил туда, ну, в смысле, и по каким-то... А, я же в этом в комедий-бателе снимался. А, да? Да. И что, упал? Ну, в полуфинале. Шел до полуфинала. А кто с тобой, кстати, может, из Щербаков не в фензоне был? Нет, по-моему. Лена Кука были. Лена Кука были с тобой в одном моторе? По-моему, они и победили. Они там два раза, по-моему, побеждали уже. Один раз они в финал выходили, а один раз побеждали? Нет, они, по-моему, раза два как минимум победили. Я просто помню, что один раз мы были в одном моторе, прям, друг с другом. Но они не знакомились никак? Да нет, ну почему? Знакомились. Ну, это происходит же некая социализация там в любом случае. Но я не говорю, что знакомы. Скорее нет по состоянию сейчас. Ну, переезжать мне скорее как-то не пошловатым, это кажется, лично для меня. Ну, в смысле, что... Переехать каждый может. А ты здесь что-нибудь делаешь? Такая позиция? Возможно. Ну, то есть... Ну, это общее место какое-то, что типа, ну вот, всё, поехал я из своей провинции покурять полицу в Ходокинград. А как-то что-то своё хочется делать, вот. Что-то своё, чтобы это здесь было. Ну, слушай, у тебя, кстати, по-моему, очень даже много просмотров и по шоу по-твоему, мне кажется, для нашего, опять же... Для нашего чего? Для нашего города. Для нашей локации, ну да. Это как раз вот этот вот... Оценка. Да, унизительный момент, что типа, лучше за Урал, да, вот это вот. Всегда, всегда. Есть такое. Ну, вот когда была «Россия не сегодня» предыдущая, мы шоу, ну там были какие-то такие, уже как будто бы подбирались к интересным цифрам просмотров, ну типа 100-150 тысяч. Но они, во-первых, дальше не росли, во-вторых, меня самого это утомило, что я выступаю в роли какого-то такого критика всего, что некомфортная для меня была в итоге позиция. Поэтому я закончил с этим, как-то что-то пипелся-мыпелся, думал, что делать и вот пришел к идее вот такого шоу, которое скорее, ну скорее от меня идет и я там не заявляю, что я готов кого-то критиковать. Я скорее просто, я познаю мир. Такая концепция. Слушай, ну у тебя же универсальный контент, ты же вообще никак не привязан к Новосибирску. Да, это намеренно. Поэтому тебя смотрят в том числе далеко не только в Новосибирске, да? Я думаю, что меня, ну, большинство зрителей даже не знает, что это. Ну, а вот выйти на сцену, допустим, и разогнать что-то для публики, местные, местные резонансные новости, есть такое у тебя и у других комиков? А, в смысле иногда? На сцене, на сцене. Ну да, может быть, не специализируешься на этом. Я недавно, кстати, вот буквально на днях, как мне кажется, одну, блин, местечок какой-то хочется. Как раз про переезд в Москву я сейчас разгоняю в некий блок. Блин, ну я не хочу просто сейчас рассказывать, потому что... Как скажешь? Не хочу полить, да. А, приходите завтра в бар Пил Помер. Знаете такой? Я нет. Естественно, нет. Ну, а, кстати, он рядом с оперным театром на Ядренцевской сколько-то? Ядренцевская 18 или Ядренцевская 18 дробь 1? Есть табличка? Блин, там она есть, но он, короче, в цоколе. И он скорее, на самом деле, этот бар находится на улице Мичурина. Ну, то есть там пересечение Мичурина и Ядренцевской. Короче, если он есть два ГИСи, мы найдем. Да. Я уже вот как две минуты перестал слушать про улицы, если честно. Да, я вспомнил что-то такое с 90-х, когда мне по телефону говорили. Вот, приходите завтра в 8 и посмотрим смешную ли шутку. Я думал, мы сейчас это разгонуем. Смотри, вот по поводу... Я, кстати, один раз все был на новосибирском стендапе. Оказывается, я попал на пик, потому что это было как раз перед пандемией. А когда и куда? Это было вот, я говорю, за месяц, наверное, до пандемии. По-моему, это был собака, который... Бородячая собака. Бородячая собака, да. Вот. Ты, кстати, тоже на выступал. Было семь комиков. Один из Барлаула приезжал. Вот. И я, вы что думаете, книжку-то под тебя, что ли? Ты бы начал читать? Нет. Я прям, ну, посмотрел и загорелся. Ну, то есть, мне было интересно. Я понимал, что это юмор там после КВН, как бы, успокоившись немножко уже, занявшись взрослой жизнью. Да, да, да. Вот. И тут мы сходили на стендап. Я посмотрел. Честно скажу, что ожидал немножко большего. Может быть, какие-то завышенные ожидания были. Вот. Наверное, три комика из семи мне прям зашли. Остальные показались, ну, немножко, немножко как-то так на трендах. Вот. Какой-то такой пошлости едущие. Вот, ребята были. Ну, не знаю. Это вот чисто мое какое-то такое восприятие. Боюсь спросить Виталия. Виталий, кстати, в тройку попал. Потому что, вот, на втором месте. Сорян. А, кто на первом? О, слушай, на первом. Мне очень понравилось. Он закрывал концерт. Я не помню, как зовут. Но я вспомнил, где я его раньше видел. Команда КВН, экскурсия по городу. Сергей Лисовой. Да. Да. Сергей Лисовой. Он переехал. В Москву? Ну, не в Вологду. Теряем лучше. Ну, может, Питер. Питер тоже движение. Ну, кстати, вот что-то в Питернбурге не особо переезжают пока. Ну, имею в виду по стендапу. А так переезжают, естественно. Считай, ты на первом месте, раз он уехал. Все. Вот. И на самом деле, вот этот движ, вот эта тусовка, эти выступления, они меня так вдохновили на то, чтобы я прям решил подумать сам, то что-то такое поделать. Вот. Но я, как, конечно, говорю, такой системный чувак, взял книжку, думаю, надо посмотреть. Почитал книжку, понял, что книжка мне вообще не дошла. Я до половины его дочитал, вот Библия комедии. Многие, кстати, стендаперы там ее рекомендовали, что-то где-то я слышал, видел. Но как учебник... Слушай, я в последнее время сталкиваюсь наоборот. Я сам всегда так думал. Ну, и в основном сейчас, как мне кажется, общее мнение в стендапе, что, ну, типа, нет, книжка это головно полное, и, ну, зачем вообще этим заниматься? Ну, то есть, можно почитать что-то, чтобы чуть-чуть какие-то мысли оселивать у тебя там в голове, но воспринимать это именно как учебник? Да, 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 я тоже. Что-то, что научит тебя? Не сильно на это надеялся, но вот как бы, может быть, на эту волну, на какую-то такую настроить. И вот начал писать, даже уже планировал на открытый микрофон записываться, но вот пандемия мне прям четкий знак подала, что не стоит этого делать. И он тебе... Отвел вас, отвел я. Просто, на самом деле, коронавируса не было бы, если бы Димон на OpenMight не собрался. Сейчас есть такое, что вот как раньше ты КВНщик, хочу от тебя детей, сейчас стендапер типа так же? Нет. В смысле, нет такого, что типа стендап это круто? Не, может быть, есть что круто, но просто, я думаю, эффект КВНщика, вот этот так называемый, он же еще был в том, что это очень именно университетская штука. И там вот эти... уже были, что ли, сформированные коллективы. И когда у тебя есть сформированные коллективы, то есть понятно, что... А, я знаю, что вот этот чувак оттуда, типа я знаю, что эта девушка оттуда, и вот... Ну, вообще КВН это студенческая. Да, 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 то есть, а тут, ну, какой-то парень, он вышел, выступил, ушел. Нет клубности. Ну, и в студенческие годы, мне кажется, забот поменьше, когда у тебя свободное время, и ты можешь посвятить его фанатению там с какого-то чувака. А вот когда это все уже посерьезнее, когда у тебя работа с 8 до 5, и потом другие дела, в баре хочется уже так просто отдыхать и все. Дальше как-то, что это скорее хорошо. Ну, то есть, зачем? В общем, ты прям максимально нелюдим и не любишь делиться мыслями. Да, я не представляю, зачем я сюда пришел. Я, знаешь, почему, кстати, я думал, почему ты так это легко подкинулся, но все на это... Я думаю, что у стендаперов новый какой-то жизненный опыт, это еще и вариант потом написать какую-нибудь комедию. Я думаю, если мы тут жетко провалимся в подкасте, потом хороший блог выйдет. Если честно, не думал об этом пока. Сейчас думаю. Не, ну пока у нас все идет отлично, так что. Знаете, коснулись темы цензуры, самоцензура, говорят, что самоцензура хуже какой-либо цензуры, потому что она всегда с тобой и всегда внутри тебя. Вот самоцензура конкретно у тебя, как у комика, как у ведущего YouTube-шоу есть, и ты довольно жестко можешь пройтись по Путину, называя его фамилию, ну, относительно жестко, окей, не так, как, может быть, Парарас. Но, тем не менее, в этом плане, мне кажется, нет у тебя какого-то такого, что сейчас скажу и приду. А какие стоп-темы у тебя, ну, по-честному, вот с точки зрения страха за последствия? Ты вот говоришь, что обдумываешь свои мысли, прежде чем их сказать. То есть ты впоследствии продумываешь, есть такое в комедии, что ты бы вот не стал говорить просто потому что... Даже не потому, что это противоречит твоим принципам. Потому что страшно, да. Потому что страшно, да. Ну, по-честному. Слушай, мне, наверное, какое-то такое счастливое сочетание, что мне вот пока, в всяком случае, пока про все, про что хочется, про то и может. Ну, то есть я не хочу сейчас, ну, там, высмеивать религию. Просто потому что мне как будто бы неинтересно это. Какую-то, ну, вот современную политику, да, ну, то есть мне не страшно. Может быть, у меня есть какой-то, конечно, определенный все-таки барьер жесткости, но он скорее от меня идет. То есть я на сцене не использую мат, например. Ну, просто потому что мне это... В жизни, кстати, используют. Но на сцене мне просто кажется, что это такой легкий путь. Ну, то есть я пару раз пробовал, и я почувствовал вкус этого наркотика. Ну, то есть когда ты там говоришь шуку с матом, и она гораздо мощнее работает. Ты понимаешь, ну, блин, а зачем? Ну, то есть хочется, чтобы не слова смешили человека, а вот то, что ты придумал, смешило человека. Вот поэтому я как-то осознанно отказываюсь от этого. И поэтому, возможно, ну, мне как комик не достает жесткости. Ну, именно в формулировках. Это и плохо, потому что, ну, нет таких пиков реакции, может быть, в любителе. Но это и хорошо тем, что, ну, во-первых, все-таки как-то, может быть, работает на стиль, а во-вторых, как-то, может быть, ну, не особо, не особо к тебе придут в СБС-нике, если ты не посылал их на путь. Вот мы от тебя и добились. Слушай, ну, это на самом деле очень крутой путь. Я это отметил для себя. Вот, опять же, мы когда с женой обсуждали стендап, на который сходили, да, вот она как раз тоже тебя отметила именно потому, что не было таких тем ниже пояса. Похобили. Что, да-да-да, я говорю, было такое ощущение, что многие комики на этом прям едут вообще всю дорогу. Только про шутки ниже пояса рассказывали. Ну, возможно, просто это их сильно заботит в этот момент. Не будем их осуждать за это. То есть, они же еще и помоложе, у них это все прям сейчас сильно развивается. Шутки про дрочку в 35 уже не с вами. Это скорее уже такой печальный его, да, типа, ну что ж, ничего не изменилось. Я, кстати, еще по поводу молодых комиков заметил такую тенденцию, что кто-то, может быть, нарочно пытается жестко шутить, чтобы на него наехали, чтобы хайпануть на этом. Ну, то есть, они готовы там какие-то последствия как бы прохавать. То есть, что это элементы тяжелых? Ну, прохавиться. Типа, я, бунтарь, на меня наехали из-за того, что я правда рук такой. Посмотрите на меня, все меня знают теперь. Ну, типа, привлечь. Я все-таки думаю, что если мы говорим про, скорее всего, про Сашу Долгополова, да? Ну, скажем, подражатели. Сейчас, Саша крутой комик, начнем с этого, я так считаю. К Дудеон попал до того, как эмигрировал. Ну, я имею в виду, что он уже был звездой к тому времени. Она, когда последствия его коснулись. А я про то, что, ну, допустим, ну, пожалуйста, ФСБшники, услышьте, что я сказал. Нет, я не отмечал такого. Мне кажется, что... Не, мне кажется, никто не хочет себе таких проблем. Нет, нет. Ну, может быть, это романтика какая-то есть. Не знаю, что это за романтика присесть на пару лет. Ну, я просто видел, как-то ребят Навальнят в сквере, когда запретили митинг, ну, вот, Навального, ну, не самого, а его штаба в Новосибии. Его запретили, а ребята прям, ну, честно, лет по 18-19 все-таки собрались, ну, человек 10 было в сквере на этом месте в это время. Я прям просто мимо шел, я не имею к этому отношения. Просто шел, снимал на видео. С дубинкой и в шлеме. Да. Ну, короче говоря, я видел, как они прям кайфуют от того, что вот идут менты, они такие побежали дворами, типа там менты, там, они чувствуют себя героями какого-то такого, ну, сериальчика дешевого, каких-то тайных там бунтарей, агентов. Ну, опять же, что-то такое вот... Ну, так, может быть, и чувствуют, а кто сказал, что это что-то плохое? Ну, я имею в виду, что они пришли туда скорее не для того, чтобы политическую позицию показать, а вот... Я думаю, что это может сочетаться. Ну, может быть, да. Мне тоже кажется, опять же, тут возраст мне очень сильно играет роль, когда человек подрывается на это с таким энтузиазмом, во все это искренне так верит, разделяя, опять же, на белое и черное исключительно. То есть это вот только некая неосознанность итогового человека. Да. Ну, это вот мы тоже, это мы в прошлом подкасте говорили. В прошлом подкасте мы с тобой поговорили про наших новосибирцев, которые вот вышли из Новосибирска. У нас Зоя Яровицына, она же считается вышедшая из Новосибирска? Ну, да, да, да. Она, по-моему, здесь все детство привела, может быть, даже родилась, да. Она прям крутая, мне тоже нравится. А женский стендап, кстати, видели, смотрели? Я много выпусков, допустим, нужно с женой вместе. Жена меня смотреть заставила. Ну, не, шучу, на самом деле забавно, немножко смущает меня вот этот обратный сексизм, потому что вот, ну, немножко не то, что меня обижает, а просто уже устарела эта тема, мне кажется, когда все мужики козлы. Ну, сколько можно, ну, Степаненко про это уже перешутила. Зачем возвращаться к теме, что все мужики там до единого изменяют, все мужики хотят только секса. Это, мне кажется, уже просто устаревшая какая-то сама при себе тема. Ее далеко не все там как бы разгоняют, но есть такие, когда такой юмор начинается, ну, началось. Ну, генерализация, в принципе, мне кажется, сейчас не в тренде, когда говорят все бабы, все мужики, все комики, все, не знаю, кто, блогеры. Я думаю, мы не все. Серый город, серый не потому что, черное и белое. Мы будем обсуждать крайности. Все правильно, наш концепт. Зоя Яровицына, ей большой респект. Еще ты рассказывал про нашу землячку из Кочневского района, которая уехала в Японию. Вот. Я после этого выпуска очень сильно вдохновился и рекомендую тебя послушать, по крайней мере. Я переезжаю в Японию через неделю? Ну, нет, не это. Именно про мультик мы говорили, про аниме. Да, да, да. Ты смотришь аниме? Смотрел когда-нибудь? Призрак в доспехах, в общем. А, ну, не, не смотрел, но я слышал. Да, что это культовый мультфильм аниме. Так вот там саундтреки к нему записывала наша землячка из Новосибирска. Скачиняло. Да, да, да. То есть это тоже было очень интересно. Я из-за этого посмотрел в итоге мультфильм. Интересные темы поднимаются. Формат такой, не знаю, я бы не сказал, что мне прям сильно зашло. Но я смотрел мультик и думал о нашей предстоящей встрече. И я тут, такая мысль пришла, что нет такого понятия, как японский юмор. Вот. Есть. Я просто сидел и думал, как ты привяжешь сейчас. Да, и вот я легко привяжу, уметь надо. Смотри, есть, ну, как таковой японский юмор, да, вот этих шоу бесконечные. Да, да, шоу там, где, кстати, Такеши Китанова. Вы знали, что Такеши Китанова комик изначально? В смысле стендапер? Нет. Что есть японский комик? Вот стендаперов точно нет. Он японский комик, ну, то есть он начинал как комик. Ну, что делает японский комик, мне сложно понять. Вот это и есть квалификация. То, что мы видим вот в японских шоу, ну, то есть вот это какое-то скоморошество вот такое. Вот у них там действительно, это похоже на кривое зеркало. Вот формат приблизительно такой. Это среднее между кривым зеркалом, большими гонками и... Чудоками какие-нибудь. Да, 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 вот этим. Ну, это вот именно, мы говорим в принципе, что такие форматы у них есть. Вот и кривое зеркало, и гонки, то есть нет такого шоу, там, где только трэш, и вот садамия и угар. Вот, я опять же, ну, задавшись этой мыслью, посмотрел, погуглил, и действительно вот такого понимания, понятия как стендап... Там нет. Вообще нет. Нет понимания такого, как ирония в юморе. То есть они, не знаю, может, в силу культурного кода в принципе не понимают какую-то иронию, и вот им накидывают такие ироничные шутки. Точно, правда нет. Вот, ну, я не смог найти ничего подобного, и посмотрел именно интервью людей, которые говорили об этом. Они говорят, что это вот, ну, с японцами шутить именно как-то иронично, это пустое дело вообще. То есть они все за чистую монету принимают, и такие сидят, о, ничего себе. Как этот из Стражей Галактики, который метафору не понимал. Ну, может быть. Просто как-то раз мы с товарищем специально гуглили, и мы нагуглили, по-моему, индонезийский стендап, какой-то, ну, румынский. Румынский, да, это как бы не сильно... Глубины интернета. Просто европейцы. Но какой-то еще, может быть, малайский, может быть, вот точно Юго-Восточная Азия какая-то. И мы смотрели, и, естественно, ничего не понятно, но ты даже интонации как-то как будто бы ловишь. Ну, типа, он ходит вот так вот тоже с микрофоном что-то рассказывает. А вы без перевода смотрели? Конечно, конечно. Под укругой, что я просто пытаюсь эту ситуацию воссоздать. Почему бы не... На Камеди Баттле как раз мы с Кириллом... О, вот, кстати, Кирилл Селегей. Еще один новосибирец. Я, он из Новосибирска? Да вы не знали? Я не знал. Я не знал. Я знаю, что он еврей. Это все... Это вычеркнуло его из списка. Вермюзин дидюден алхотен. Саш, ты у тебя образ, представляешь, какой уже складывается? Ты тут из-за сексизма сейчас топил. Еврея человека обозвал. А что-то с сексизмом я сказал, что я против обратного. А евреи, да. Не знали же их. Ну, они же не бабы. Короче... Кирилл, да, из Новосибирска. Пока, да, моя репутация не утонула. Нет, трезвый. Просто интересно было. Ну, надо, блин, пометочку мне делать. Я просто видеоблог про Новосибирск пишу. Вот я... У нас будет сегодня рубрика. Я буду опять что-то про Новосиб рассказывать. И про Сельгей я не знал. Надо же. Пытаюсь вспомнить еще известных юмористов из Новосиба, кроме Игоря Маменко. Он из Новосибирска? Он служил в Новосибирске. Ну, то есть, два года его жизни связаны с Новосибирском. Не, не считается. Не считается. Это... Я, кстати, не знаю, кто это. Это чувак, он, по-моему, анекдот рассказывает. Ты просто не такой старый, как я. По-моему, он анекдот рассказывает. Ну, он, да, на юмор.фм сейчас анекдоты рассказывает. Вообще, он из аншлага высказывает. Да, да, да. Ну, нет, чувак прикольно отыгрывает. Просто из старой школы. Ну, аншлаговый. Аншлаг? Да. Чисто основной состав аншлага. Позднего. Ну, и возвращаясь, да, смотри, по поводу японского юмора, вот, я прям удивился и подумал, почему так, в принципе. Ответа такого прям, ну, явного не нашел, но при всем при этом мы же как бы как страна находимся между Европой и Азией, и по идее, да, что-то у нас тут такое должно быть, ну, зацеплять нас, азиатское. Вот этот культурный код, он должен, ну, по логике еще и размазан быть от Европы к Азии. Вот к Азии мы почему-то вообще не стремимся, и все позиционируем себя вот больше в сторону Европы. Ну, я думаю, это потому, что культурно мы абсолютно на сто процентов европейцы, вот и все. Ну, то есть, есть простой ответ на этот вопрос. А как же душа русская, загадочная, философия? В смысле, а есть, ну, есть загадочная ирландская душа. Да, они такие европейцы. Мы намного больше европейцы, я согласен, чем азиаты. Может быть, чуть-чуть азиатского у нас есть, но мы же все здесь находимся, мы переехали, наши предки переехали из Европы сюда, в Сибирь. Тут, если про историю Сибири, я сейчас могу задвинуть, что тут мы, по сути, колонизаторами были примерно такими же, как американцы в свое время, но не такими жестокими. Потому что, в первую очередь, тут особо-то отвоевывать... Ну, и плотное заселение было. Да, я говорил на одном из подкастов наших, из многочисленных, что здесь до Ермака, ну, прихода Ермака, на всей территории Завралия жило, ну, российского нынешнего, жили около 100 тысяч человек. Примерно как в Берске одном. Ну, как-то мы с японского юмора сюда ушли. Нет, вопрос-то был про... Про существование нас между Европой и Азией. Вот как все-таки, ну, почему нас не цепляет азиатская? Там настолько другой мир, что вот, опять же, возвращаясь к аниме, которое... Аниме многих цепляет. Ну, просто я бы еще сказал, что Япония — это не типичная Азия. Япония — это прям Япония-Япония. Они, ну, я совершенно не специалист, хотя, ну, чуть-чуть интересуюсь. Ну, там, самую малость. Но они прям совершенно вещь в себе всегда были. Ну, мы тут все не специалисты, просто вот на обывательском уровне разбираться интересно. Я много... Ну, я был в Китае, был в Корее, в Южной. Вот. Согласен полностью, что Япония, ну, по ощущениям, прям такой действительно абстрактный мир свой. Вот. И когда в мультике, там, вот этом, 95-го года поднимаются вопросы нейроинтерфейсов, апгрейда людей, там, ну, то есть современными, там, чипами, какими-то нейростимуляторами в 95-м. Сейчас это все уже вот прям прорабатывается, это реальные технологии. А они об этом задумывались в 95-м, снимали, там, такую фантастику, вдохновляли потом, там, всех братьев Вачовски. Вот по этому мультфильму, кстати, практически по этому мультфильму матрица там родилась. Ну, даже селфи-палку они еще в 80-х изобрели, насколько я знаю, тоже и там. Ну, вот. То есть там действительно, когда люди приезжают оттуда, они говорят, что, блин, там 23-й век. Вот тут вопрос, там 23-й или у нас тут еще 17-й. Вот как бы тоже они вперед далеко ушли или мы сильно отстали? Или вбок. Ну, да, я не думаю, что это, ну, технологическое развитие это одно, культурное совсем другое. И оно абсолютно не обязательно коррелирует между собой. Может быть, они действительно, у них юмор, вот в Средневековье такой юмор был. Потому что они вот комедией не занимаются, всякой херней не занимаются. Да, да, да. И у них есть время на то, чтобы роботов делать. На то, чтобы роботов делать, да. И на садике созерцать как там. Просто возвращаясь вот к Лихачеву, ну, действительно, вот этот юмор, когда мы там обольем друг друга какими-то нечистотами и поржем над этим, это вот средневековый юмор. Это тогда было современным, смешным. И сейчас это для нас, вот, ну, кто-то ржет над этим и сегодня, но для нас это типа дно. Для Японии, так же, как для жителей, там, Средневековья или более поздних эпох, может быть, ну, несовременных. Ну, как будто бы недоразвились в этом. Ну, может быть. Никого не осуждаем. Да, мы сейчас наговорим, но мне кажется, как бы технологии ушли вперед, а в культурном развитии, либо да, это что-то такое, что свойственно только им и не надо к ним лезть с нашим американским стендапом. Да, 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 именно. Да. Ну, мне нравится, да, мысль, я, наверное, ее зафиксирую, что они пошли по своему пути куда-то в бок. Вот и все. И поэтому, как бы, на них ориентироваться тоже неправильно, потому что вся их история, это другая история. Там, мне знаете, что понравилось еще, когда я эту тему изучал? У них на их конституционном уровне принято то, что у них нет армии и что они не участвуют в военных конфликтах. Ну, это как наказание после Второй мировой войны? Да, это чисто такая тема, потому что они не должны иметь права. То есть, это они не сами? В смысле, Америка взяла их под защиту, ты что, не знаешь? Америка сказала, мы... Я-то думал, они молодцы такие, осознанные. А там же... Японцы большие империалисты, в основном. Там же тема, да, с императором, что для японцев император вот до войны, во время войны был богоподобен, и им очень страшно было, что его сейчас осудят, потому что многие зверства, ну, реальные, кровавые, по его личному указу были совершены в Азии. Ну, они, мы мало про это знаем, но в Азии творились даже большее зверство, чем в Европе при Гитлере. Вот, поэтому, когда закончилась война, в общем, американцы, ну, со свойственным цинизмом и расчетом, они сказали, да, мы оставим вам императоров живых, он дожил до старости и правил Японии, формально правил Японии очень много лет после войны, не понося вообще никакого наказания за свои зверства, а вы взамен вообще все нам отдаете полностью, руль Японии будет у Америки. Грубо говоря, ну, я очень упрощаю, но это было так и в Конституции, поэтому все так и зафиксировано, что вы не то, что там не можете нападать на кого-то, вы себя защищать не можете, вы полностью под нашим контролем, потому что у вас нет своей армии. Ну, собственно, с Германией долгое время такое же было. У них сейчас есть вообще Бундесвер, Бундесвер это армия или это все-таки что-то типа? Нет, это полноценно, но это же главная страна Евросоюза, НАТО, в том числе во многом из немцев состоит, ну, армия НАТО. Ну, сейчас это сильная военная держава, после войны. В смысле, вот в какой год произошло, типа, ааа, ладно, давайте. Вот сейчас я не готов сказать, честно. Ну, теперь можно. Вроде все нацисты умерли. Вы два раза пытались, два раза, ну, в третий раз вы не будете. Честно? Честно. Кстати, знаете, такую мысль интересную, что вот Меркель, она как бы, вот сейчас очень жесткую фразу скажу, воплотила планы Гитлера в жизнь, потому что теперь Германия управляется и Европой, так или иначе. Но немножко другим путем, мягкой силой, да, Германия пришла к тому, что, ну, действительно, все европейские решения, в первую очередь, в Германии принимаются, и от нее зависит, что будет Европа вообще делать. То есть, все-таки они не могут остановиться, заплатывать, Да, как-то третья мировая прошла, мы не заметили. Не знаю, я буду верить, что японцы пацифисты, такие молодцы, хотели бы поправки себе в Конституцию, бы внесли, и все, а делов-то на раз. Да, что они не знают, как это делается. Я все-таки хочу вернуться, ну, вот, мне интереснее не японский, а новосибирский юмор. Вообще есть какая-то айдентика? Ну, вот у нас просто калька КВН, а калька стендапа с мирового стендапа, или же у нас есть айдентика какая-то чисто новосибирская, вот новосибирский юмор, он вообще, ну, есть как явление. Вот контроль братьев Дивановых, по-моему, ты к ней имеешь. Да, 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 блин, я не сказал про конторы Броди Иванова, еще я... Вот и у тебя есть возможность сказать про конторы Броди Иванова. Замечательная, богоспасаемая. Это юмористический клуб, один из юмористических клубов Новосибирского государственного университета. Что это такое? Это объединение студентов изначально, но потом уже не только студентов, которые собираются в, ну, в одном из мест в Студберерке и придумывают всякое разное. Ну, главным образом это первоапрельский капустник, каждый год, кроме этого. Первый капустник, по-моему, которого не было. А с каких, по-моему, с 90-х или еще раньше? С 75-го года. О, и она сразу была контролем Броди Иванова. Да, да, контролем Броди Иванова. Вот. Но, но, к сожалению, готов, наверное, констатировать, что золотые дни ее позади. Это не значит, что не будет какого-нибудь возрождения впереди, может быть, будет, ну, по состоянию сейчас. Я бы сказал, что все-таки это, конечно, в некой упадке находится, потому что, наверное, потому что во многом эти студенческие юмористические клубы были завязаны на КВН, а про КВН мы уже раньше говорили, что все не очень хорошо. А во-вторых, просто, наверное, больше сейчас студентов интересует, ну, больше онлайна какого-то, наверное. Ну, если по контору говорить, можно сказать, что это что-то такое свое новосибирское, чего нет аналогичного в других городах? Да, да, да. Ну, то есть, вот, как раз, когда ты спросил именно про айдентику, хотя я осуждаю использование этого слова. Ну, можно какое-нибудь русское найти. Идентичность, например. Аутентичность. Идентичность – это чисто русское славянское слово. Да, да, я. Но контроль, братья Дивановы. Она, да, да, это, конечно, Новосибирск, это, конечно, вот, стиль, что ли. Ну, и вот он, наверное, выражался главным образом в этой знаменитой сборной НБУ, который в КВН давным-давно... Трижды чемпион высшей лиги, единственная команда. Да, и чуть ли не подряд, да, или не подряд? Два раза подряд и один раз через сезон, по-моему, так было. Вот, да. В 90-х. Тогда, наверное, я тогда просто не осознавал этого ничего, но тогда, наверное, должно было казаться, а может быть, и казалось, что да, Новосибирск, есть у них стиль, они умные, они умные, и тем, как и юмор. Город науки и все дела. Юмор в белых перчатках, что мы вот такие, у контора против дивановых даже символ это цилиндр и белые перчатки. Классно, вот это интересно тем, что сначала сформировался Академгородок, да, НГУ, и он перерос в юмор соответствующий, да? И это уже именно идентичность как раз и есть. Строгость. Да, это круто. Ну, а сейчас все полимеры просто. Ну, то есть это для своих такой тусовочек. Да, уже для стареющей академовской публики. Молодого притока нет. Не, есть, но у них уже, у них, ну, как бы вот эта вот ДНК как будто бы изменилась. Ну, то есть они уже скорее копируют что-то, что, ну, не копируют, а стремятся к тому, что считают крутым в интернете. Современным трендом. Мне кажется, у нас была сборная НГУ, вот ученые, которые юмор в белых перчатках, про то, что говоришь. А потом появилась команда Степика. Не то, чтобы я их там сильно осуждаю, но основной там юмор был прям хе-хе-хе. Ну, это задал тренд на команду вот этого. Тренд, это, ну, это был резкий такой переход по, именно вот по Новосибирску, если судить. Ну, да, но я бы все-таки не сравнивал, наверное, влияние сборной НГУ с влиянием команды Степика. Ну, мягко говоря, да, потому что выходцев, опять же, из сборной НГУ очень много известных. Там и сценаристы комедийных сериалов, и актеры, даже Лазарева Пушной, это все же оттуда. Я хотел вот с вами еще обсудить, считается лучшей шуткой в 20 веке в КВН, шутка нашей новосибирской команды, знаешь. Партия, дай порулить? Да. Я не знаю, расскажите. Партия, дай порулить, чего не смеешься, это лучшая шутка 20 века. Я не понимал эту шутку, пока мне ее не объяснили долго, долго не объясняли ее. Да, контекст, вот я как раз тему хотел задать, что контекст для любой шутки очень важен. Мне кажется, самое важное, вот шутка, ну вот юмор, мне кажется, вообще может жить долго? Да. Может. Какие примеры? Есть два вида, наверное, все-таки есть юмора. Есть относительно, ну, скажем так, библиотечного качества, но не качества в смысле, что лучше, а качества в смысле, что свойства. А есть именно контекстный, хотя понятно, что контекст, конечно, присутствует везде, и там, и тут, но какой-то вечный юмор. Вечный, вечный. Ну, слушай, если вот Карлина посмотреть, понятно, что много у него американского, именно контекста, много политического, ну, завязанного на повестку, но есть и про, ну, типа там, где, что типа «Planet is fact». Я смотрю, Карлина не один факт. Ну, если честно, рекомендую. Не сказать, что это что-то потрясающее, но это просто было удивлением. И, ну, короче, юмор на вечные темы, он более долгосрочный, и, может быть, даже стремительно к тому, чтобы быть вечным. А вот такой контекстный… Ну, вот сейчас удивитесь, но я как-то выхватил над Чеховым, над книжкой Чехова, и я прям поржал. Я читал его юмористический рассказик короткий и поржал, потому что он настолько живо передает вот какую-то абсурдную ситуацию, что я прям вот так сижу и как дурак посмеялся, в общем, над книжкой. Значит, наверное, да, все-таки от таланта многое тоже зависит. Партию дай порулить, наверное, введем в контекст Диму. Если бы это не так долго, как Виталия описал, что прям… Короче, 90, по-моему, первый год. В 85-й. В 87-й, но мы одноклассники, и так бывает. Ничего себе. Дима два раза надо, второй год. Да не, у нас просто свела так жизнь. Короче, 90, по-моему, первый год, КВН. Телек еще, непонятно, то ли он под цензурой, даже, наверное, в 80-х, ну, рубеж 80-х, 90-х. Телек вроде как уже, ну, гласность, но еще телек, еще под цензурой, еще есть все эти механизмы. И непонятно, что можно, что нельзя. Такая вот ситуация, как бы, неоднозначная в плане политики, ну, в плане гласности. Выходит, новосибирская команда что-то разгоняет, шутит. И выходит просто чувак, и без подготовки, там ничего такого не было, это не миниатюра, ничего. Он выходит к микрофону и говорит, партия, дай порулить. Минут пять все ржали. Просто почему? Потому что... По-моему, там все-таки был вопрос. Там обращался Дуда, в Садском Бесне, к чуваку, и он, по-моему, спросил, о чем мечтаешь, молодежь? Да, там что-то, ну, это не связано. Какой-то странный был тогда КВН, что какие-то такие диалоги, чеховские это называется, когда один спрашивает одно, другой отвечает совсем другую. Ну, я думаю, и без вопроса суть шутки понятна будет сейчас. Потому что был священный советский лозунг, партия наша рулевой, священный для многих-многих поколений жителей Советского Союза. Неприкосновенный. Конечно, там на кухне где-то под водочку, тихо можно было что-то пошутить над этим, но выходит человек, и на весь Советский Союз это по центральному телевидению говорит. На полный зал, опять же. Смело, в принципе, есть какая-то игра слов, какой-то юмор заложен, да, и самое главное, что разрыв шаблона полнейший. И это вот примерно как мат усиливает, тут политически. Ну, это дисоконализация фактически. Да, 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 вот смех иногда вызывает не столько, как бы, какие-то панчелайны, там, вот это вот все механизмы юмористические, сколько то, насколько это смело и не... Ну, опять же, вот Долгопово вспоминать, когда он говорит, там, Путин сказочный, ну, что он сказал, он просто оскорбил человека. Но это смешно, потому что Путин, типа, такая неприкосновенная фигура, а он так может выразиться. Ну, я пропустил слово, чтобы... И там другой контекст был, но я сейчас не вспомню. Ну, там смысл в том, что как-то в одной фразе вот это оказалось, и народ тоже где-то минут пять над этим вжал. Ну, смешно ли это? Нет, но это очень смело, и это добавляет юмора. Вот, лучшая шутка 20 века признали скорее не потому, что она самая смешная, а потому что она, ну, какая-то эпохальная. После этого изменился, может быть, все телевидение, все, весь юмор, весь КВН после этой шутки. Поняли, что так можно. Может быть, вообще все общество изменилось благодаря команде КВН НГУ. Ну, я так уже хватанул, но вот я как бы так это вижу. Ну, интересный факт, я согласен, да, что партия наш ролевой, и тут дай порулить смысл понятен. И то, что это разных шаблонов на тот момент. Ну, десакрализация, да, это еще одно славянское слово. Понятно. Ты у нас с журналистского факультета. Не совсем. Не совсем? Не-не, смотри, это я сказал, что светотатского можно было бы сказать, а потом понял, что это не совсем. А я подумал, как ты не совсем журналистский. Ну, такой полужурналистский там, ну, чуть-чуть было. Нет, факультет, да, имени журналистиков. В общем, мне повезло с вами сегодня. Я прям много новых слов тут подозвучал. Замечательно. Юмор, он попадает, ну, в человека разными моментами. Я к твоему первому выпуску шоу «Что происходит с Виталием Косаревым». Смотрите на видео. Да, обязательно. Когда запись второго выпуска? 19 октября снимаем. О, мы даже уже успеем выложить этот подкаст и нагнать нашу толпу фанатов тебе на запись. Слушай, а как в массовку попасть? Может, мы придем? Да, приходите, я, конечно, 200 рублей. А где происходит? Театр 13-й трамвай. Это Серебренниковская 35. Дом актер. А, там он так... Ну, Дракис, мы же говорили, что... Он так называет? Я сейчас ловлю объяснять, как по очереди идти. Театр 13-й трамвай? Это сейчас «Дом актер» так называется? Нет, это внутренний. Вот «13-й трамвай» это еще одна «Айдентик», кстати, наша. Да, «Мед Немис», они поэтому так и называются. Да, у него даже Twitter есть вот этот трамвай. Ну, расположенность будет исследовать. Ну, да, логично. Там даже «Ёлки» снимались недалеко. Как раз с 13-й трамвай. Что это у нас? «Ёлки» не знаешь? Эпокальный, юмористический фильм. А вторая, по-моему, часть. Там прям вот почти напротив «Дома актера» снималась сцена аварии. Ну, в общем, там даже новосибирских актеров привлекали в эпизоды. Ну, короче, «Ёлки», мне кажется, вот как раз на этом и играли. Что вот есть много таких людей, как я, которым новосиб хочется увидеть хоть где-то. Ну, типа в какой-то федеральной повестке желательно не то, что там кто-то кого-то зарубил и съел. Или уехал из него и прославился в Японии. Да-да-да, это как бы я в прошлый раз говорил, что это не повод для гордости, это повод для стыда. Что в нашем городе человек не смог сам развивать. Ну, я бы не сказал точно стыда, но... Ну, я так утрирую, но не повод для гордости точно. Раз от нас уезжают таланты, значит, что-то в городе не так. Я согласен. Ну, а как ты считаешь, стендапом в новосибии в ближайшей или далекой перспективе, вообще юмором, можно будет зарабатывать как основной деятельностью? Я думаю, почти на 90% уверен, что да. Вопрос только в какой. Ну, то есть, год это вряд ли, два вряд ли, три-пять, да, через три-пять лет, я думаю, ну, должна бы сформироваться индустрия именно не эфирных комиков по стране, но на которых можно прийти за определенную плату и гарантированно какой-то уровень получить. Ну, то есть, там, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Казани, в, может быть, Нижнем Новгороде, еще где-нибудь, где-нибудь, должны образоваться такие дополнительные центры, которые бы перетягивали там людей. Ну, допустим, если речь про Новосибирск, то там, ну, Кемерово, Барнаул. Ну, опять же, может быть, и в этом смысле будут темы какие-то, ну, то, о чем я спрашивал, местные какие-то, что людям... Знаешь, я вот как... Что люди больше начнут интересоваться тем, что происходит здесь. И шутить над этим, и смеяться над этим, потому что это, ну, вот как я на одном мастер-классе по журналистике, по блогингу слышал, что новости, ну, типа, людям, в общем, интереснее новости, которые вот ближе к их двору, к их району, к их городу, нежели к всей стране, как... Ну, хотелось бы, чтобы было так. И, может быть, с юмором так же, ну, то есть, на самом деле, вот, на жизнь человека влияет же больше то, что здесь у него происходит там дыра в асфальте возле дома или работы, а они... Другое дело, что это не имеет никакого шанса стать глобальным, потому что это изначально. Ну, да, да, безусловно. Но это может стать... Ну, у нас полтора миллиона жителей, может быть, это... Да, да, локально мощно. Ну, в конце концов, и в баре ты выступаешь исключительно для людей, которые из Новосибирска. Да. Не, ну, кстати, именно когда просто такие ежедневные выступления, да, часто люди, ну, просто что-то произошло недавно. Ну, классика это то, что, ну, дерьмо у нас воняет. Каждый божий день. Это наша идентичность. Каждый божий вечер. Это уже фактически то, что не нужно людям объяснять. Да, в контексте все. Ты упомянешь, упомянешь. 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 И все понимают, о чем речь. Да, я просто вспоминаю, что КВН был во многом основан на местном, даже вот юморе, там, этого вуза, в котором ты выступаешь, да, Академа, может быть. Да. Отдельно от города, ты, типа, выходишь, все понимают. Почему-то со стендапом ты говоришь, что так пока нет. Ну, вот мы, опять же, почему я решил создать сборную Первомайского района по КВН, потому что, вот, 2007 год, каждая команда выходила и говорила, что в случае на Первомайке. Выходит гопник там, кого-то грабит, смешно. Но я подумал, что вот будет такой разрыв шаблона, да, если выйдет команда из Первомайцев. Мы действительно, ну, на тот момент оба жили на Первомайке и другие наши члены команды. Не видят себя по-другому. И выходят, да, и просто шутят. Ну, мы, конечно, тоже в эту тему скатывались, да, шутили над тем, что Первомайки это гопники. Но это, типа, да, мы про себя, вот. А по идее, ну, я думал, что это закроет тему Первомайки в КВН, нифига подобного, конечно, но никому не надо было объяснять, что за сбор, ну, что-то за Первомайский район. То есть, это, о-о-о, то есть, мы, может быть, не особо выстрелили как команда, но название мы всегда вызывали, типа, надо посмотреть, Первомайский район, типа, КВН, посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»